Здравствуйте! В эфире «Космическая среда». Представляем самые интересные новости российской космонавтики. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом научно-исследовательский институт точных приборов, входящий в холдинг российские космические системы госкорпорации Роскосмос. Дмитрий Рогозин проинспектировал завершающий этап наземной экспериментальной отработки и испытаний космического радиолокатора с синтезированной апертурой «Косатка-Р». Он создается специалистами НИИТП для всепогодного космического комплекса радиолокационного зондирования Земли нового поколения «Обзор-Р». Применение аппаратов «Обзор-Р» с радаром «Косатка-Р» расширит возможности по наблюдению за поверхностью планеты и позволит вести радиолокационную съемку в X-диапазоне в интересах министерств и ведомств, а также администрации регионов России. Нам надо сегодня определить, что необходимо сделать для того, чтобы иметь четкое понимание, сколько мы можем производить афаров ежегодно. Больших, соответственно, высокодетальных, мощных и, соответственно, малых, обзорных для всему Аркутин. Это интересная очень тема. После окончания тестов радиолокатор будет направлен на завод-изготовитель космического комплекса РКЦ «Прогресс». 5 февраля с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-21А» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2553». На космодроме Гвианского космического центра готовится к старту ракета-носитель «Союз-СТБ» для вывода на орбиту очередной партии из 34 космических аппаратов компании «Уанвеб». Пуск ракеты-носителя «Союз-СТБ» запланирован на 10 февраля 2022 года в 21 час и 9 минут по московскому времени. Для компании «Уанвеб» этот запуск станет 13-м, выполненным с использованием российских ракет-носителей «Союз-2» и вторым из Гвианского космического центра. Напомним, остальные запуски проводились с космодрома «Байконур» и «Восточный». На техническом комплексе площадки 254 космодрома «Байконур» продолжается подготовка грузового корабля «Прогресс МС-19» к запуску по программе 80-й миссии снабжения МКС. Завершены операции по заправке корабля компонентами топлива и сжатыми газами. «Прогресс МС-19» должен доставить на МКС 430 кг топлива до заправки, 420 литров воды в баках системы «Родник», 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1600 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке. Там же находятся шесть малых космических аппаратов класса «УПСАД». Старт ракеты-носителя «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на 15 февраля с космодрома «Байконур». Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на одновитковую схему полета кораблей до Международной космической станции. Ее внедрение позволит пилотируемым и грузовым кораблям добираться до МКС всего за два часа. Российские специалисты начали отработку элементов одновитковой схемы при полете грузового корабля «Прогресс МС-17» к МКС в июне-июле 2021 года. По словам Рафаила Муртазина, начальника отдела баллистики РКК «Энергия», отработку планируется продолжить в июне 2022 года при полете «Прогресса МС-20». Новую схему сближения специалисты хотят начать использовать уже в следующем году. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первые кадры габаритного макета антропоморфного робота нового поколения «Теледроид». Над его созданием трудится разработчик SkyBot F850 в лице НПО «Андроидная техника» совместно с РКК «Энергия». «Теледроид» сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме. В перспективе такой помощник должен существенно сократить необходимое время пребывания человека в опасной среде и облегчить работу за бортом базы на поверхности иных планет, освободив экипаж для решения иных задач. Экипаж МКС-67, космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые готовятся совершить полугодовую экспедицию на МКС уже в марте этого года, прошли экспериментальные исследования по снятию фоновых данных выполнения сложной операторской деятельности на тренажере «Выход-2». Цель исследования – оценка возможности выполнения космонавтом управления системами скафандра и другим оборудованием обильной деятельности, а также отработка отдельных типовых операций и получение экспериментальных данных о качестве выполнения задач. И еще одна важная новость. Экипажи МКС-67 признаны годными космическому полету. Речь идет о космонавтах «Роскосмоса» Олеге Артемьеве, Денисе Матвееве и Сергее Корсакове, а также их дублерах Сергея Прокопьеве, Дмитрия Петелине и Анне Кикиной. Объект на этом интересном фото можно легко принять за пень с характерными концентрическими кольцами. На самом же деле это вид с высоты птичьего полета на один из марсианских ударных кратеров, богатых льдом. И если кольца земных деревьев позволяют получать представление о климате Земли в прошлом, узоры внутри этого кратера также раскрывают детали истории Красной планеты, хотя образовались они совсем по-разному. Данный снимок с северной части обширной Ацидалийской равнины был сделан камерой КАСИС с борта орбитального аппарата Трейс Газ Орбитер российско-европейской миссии «Экзомарс-2016». В этом году к Марсу отправится вторая часть миссии «Экзомарс-2022» с посадочной станцией «Казачок» и европейским ровером. К этой минуте у меня все. До встречи в космосе и на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok